Аква-парк, таунхаус, гипермаркет и забавляльный центр. Новые инвестпроекты у Гомелли подрихтованы до реализации. Волонтеры «Червонога Крыжа» допамогуть пожилым людям навести парадок на присядібной территории. Сегодня означается Международный день театра «Лялек». У Гомельским цирку стартовала новая программа. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Гомельские обловы канкама ввести у початок регистрации удельников 14-го Гомельского экономического форума. Все лета он запланованный на 19 мая. Удельники смогутся знайомиться с инвестиционным потенциалом региона у агропромысловым и будовничных комплексах, жилево-комунальные господарцы, энергетици, хандли, логистицы и туризме. До форума примирковано и проведение найбойнейшей Украине региональной выставы Кермашу весна у Гомелли. Заявки организаторы форуму готовы примать до 10 мая. А значит, в минулом годе Гомельский экономический форум собрал рекордную колькость замежных удельников за всю историю. Амаль 300 человек с 29 краин. На пленарной часы подписано 18 договоров и протоколов об намерах. И в протяг темы инвестиционной деятельности. Аквапарк, таунхаус, новые гипермаркеты и забавляльные центры. Их это только некоторые объекты, которые по плане в ближайшие годы должны появиться у Гомелли. Пляцовки под будущую забудовлю давно вызначены. Чым улады сбираются привабить инвесторов, как лучше приступить до реализации проектов, доведалась Марина Джалая. Самый цикавый проект будовництва аквапарка. Заявиться и он повинен на супроте лядового палаца. Город с нетерпливостью чекает инвестора. А городжане махчимасти отримать задовольнение от водных аттракционов. Поездка у Жлобинске альбо столичный аквапарк – вариант не для кожного. Сразумело, что у складанной экономической ситуации непросто изнасти того, кто станет укладывать капиталу в реализацию наводвельми перспективных и окупных проектов. Тому держава предоставляет потенциальным партнерам розные преференции. Инвестор получает бесплатно земельный участок. В первое время он не платит определенные виды налогов. То есть земельный налог не платит. Не платит за право заключения договора аренды земельного участка. Плату не вносит. Также есть определенные льготы преференции в части ввоза какого-либо оборудования для функционированного этого объекта. То есть мы заинтересовали инвестора максимально. Сирот инших инвест пропанов, будовництва на месте привокзального рынка, шмат функционального гандлево-забавляльного центра альбо администрационного будинка за объектами громадского охарчевания. Еще одна интересная плясовка находится побольше с Центральным парком, недалеко от больницы худкой медицинской допомоги. Тут такие же варианты, как и на месте рынка. Плюс еще один – узведение шмат поверховки. Далее идет территория веслярной базы, каля клуба Нема. Тут можно побудовать отель. На бульваре газеты «Гомельская правда» у 18-м микрорайоне повинен з'явиться гипермаркет, а на улице Кожара – таунхаус. Мы хотим видеть свой город красивым в первую очередь. Одним из, скажем так, возможностей наименьших затрат и облагораживания города Гомеля путем создания рабочих мест и какой-то инфраструктуры города является это выставление участков вместо Говора. А зараз на территории Гомеля реализуются маль два десятки будавничных инвестдаговоров. Уперали куна доллары, размовы и диапсумы амалю 190 тысяч. Прикладно, столько же договоров на 100 тысяч долларов завершено. Дякучи реализации инвестиционных будавничных проектов в областном центре было створено свыше 1300 рабочих мест. Марина Джала, Яугин Макеенко, Телеродо, компания «Гомель». Консультативную допомогу по доглядзе затяжка хворыми и состарелыми, а так само детьми первого года життя будут оказывать у Гомельским медицинским колледжи. Установа запускает горячую телефонную линию. На питание будут отказывать высоко квалификованные специалисты с великим опытом практичной работы. Звертаться можно по уторках и четвергах с 15 до 16.30. По номеру телефона, який вы зараз бачите на своих экранах. Тымчасом на допомогу состарелым накерована акция под назвой «Утольный дом». Я ее проводят волонтеры «Червоного крыжа». Мета допомогает одиноким пожилым людям навести парадок на присядебных участках после зимы. Рамонта городжи, уборка, обрезка древ и навод распилов кадров. Волонтеры по просьбе пенсионеров выконвуют любую тяжкую працу. За перший день акции бригады активистов плануя наведать три адресы. С завтрашнего дня на допомогу выйдуть уже некальки бригад. У их составе представники разных профессий – педагоги, медики, милиционеры и выратовальники. Усягода волонтеров звернулось около 20 человек, и заявки протягивают поступать. Доброчинная акция будет проходить, по куль застанутся просьбы об допомозе. Приводячи у парадок участки памятеце, что за спальванні сухой травы и сметця можно отримать штраф. З надыходом теплого надворья колькасть пожаров, связанных с выпальваннім рослин, повялечывается. Что год за их гарать жилы и господарча будинки травмируются и гинуть люди. МНС нагадывая об недопущальности травяных палов, а так само об администрационной отказности за выпальванні сухой рослинности, якая наступает с 16-гадовага узросту. Сумма штрафу може быть великой – от 10 до 40 базовых величень. Супрацовники Департамента финансовых расследований у Комитета дзержконтролю Гомельской в области затрымали у областным центры валютчика з незаконной выручкой – большим у 25 тысяч долларов. Мужчина житявлял незаконные валютно-абменные операции только для проверенных клиентов и только убойным померы. Увы, не куапошняга такого обмену российской валюты яго и затрымали правооховники. Валютчик обменял 1 миллион 200 российских рублев на 35 тысяч белорусских и 2 тысячи долларов США. Увы, не куусе грошовые сродки были конфискованы. В ходе осмотра его автомобиля в тайнике также было еще обнаружено 6 тысяч долларов США и 100 тысяч российских рублей. Указанное денежное средство изъято и ведется административный процесс. За незаконную валютно-обменную деятельность мужчине погражают штрафу по мере до 3,5 тысяч белорусских рублев. Вядома, что закладу сумме 3,5 тысячи умовных одинок за арештованный автомобиль порушальник уже унес. До инших тем. Урок можности, присвеченный деятельности молодежной подпольной организации «Смогнар» пройшел у Калинковичах. У годы немецкой оккупации комсомольцы вели непримиримую боротьбу с фашистами. Герои-подпольщики знищали чугуночные шляхи, збирали зброю и боеприпасы для партизан, закликали насельництва уздыматься на боротьбу. Удельники подпольля активно дейничали меньше як год. У жнивни 42-го вороги расправились с молодой гвардой. Долгий час земляки не ведали дзе, знаходятся месцы гебели усіх смугнаролцев. И только празд 20 годов их удалось установить. У музея при Калинковицкой базовой школе номер 5 назапашены каштонные материалы про деятельность подпольного руху. Тут заховывают память оборонцев и ахвяр войны. Уроки можности часто проводят сами вучни. У гостей запрашают одногодка узь інших городов. На гэт раз до военной гистории Калинковицкого краю докранулися гомельские школьники. Поездка стала макшимой дякоучи гомельскому областному отделению Белорусского фонда МИРУ. Сейчас на встрече были ребята. Это в основном подростковый возраст. А это очень сложный возраст. От их оценки тех исторических событий, которые происходят сегодня в современном мире, очень многое зависит. И наша задача учителей истории, школы, это все сделать для того, чтобы они не смогли стать той благодатной почвой, на которую рассчитывают тех, кто пытается возродить фашизм. Сегодня означается Международный день театра «Лялек». Дата была установлена 15 годов тому и с того часу святкуется як профессионалами, так и аматорами лялечных театров. Гистория гомельского театра «Лялек» началась в 1968 году. За амаль по вековую гисторию поставлено больше як 180 спектаклев, які поглядели свыше трех миллионов глядачов. Гастрольная и фестивальная география театра охопливая простору от Испании до далекого сходу. Только за пошние три сезоны трупа побывала в Москве, Самаре и Калининграде, Киеве, Чарнигове, Душанбе и інших городах. Сегодня у труппе 26 актеров. Что годы театр представляет каля 400 спектаклев, які наведують больше як 65 тысяч глядачоу. У рамках года навуки у Гомеля открылась незвычайная выстава. Ее головная задача – показать, что навука може быть цікавой и захопляльной. У гэтым переканауся и наш корреспондент Олег Синцеров. Выставочная зала картинной галереи Гаврила Вашенки. Минавито по таким адресе разместилась экспозиция, аналогу якой у Гомеля ясчэ не было. Музей цікавый навуки галядей – неколькі десятков экспонатов, які здольны переканаць любого. Навука гэта вельмі цікава. Причім у адрозніні от інших выстав экспонаты от наведувальніку падшкло тут не хаваюць. Все можна трогаць, все можна брать, все можна іспользоваць. І пусть ніхто не боїться, що што-то поламайцца. Нічого не поламайцца. Для того, такая выставка придумана, щоб она была интерактивна, полезна, інтересна. Чамо па адной і той жа нахіліны плоскасі адны прадміты рухаюцца толькі ўверх, а іншы – ўніс. На чым божь зручно сядзець на цвіках ці бильярдных шарах, як дзейнічі ахвалівы маяцнікі, як дасігаюцца аптычны іллюзі. Організаторы перакананы. Выстава будзе вельмі цікава як для дзятей, ў якіх дарачах ўтка канікулы і шматовольнага часу, так і для дарослых. Па віалікім рахунку, незадоволіними можуть зістацься тільки пресійні іллюзіоністы, бо частка іх сакрэту будзе адкрыта. Работа журналиста не простая і частно навіть небезпечна. Але калець журналиста зістанець тільки адна голова, і він ўсё ровно будзе виконувати свої пресійні обов'язки. Правда, тримать микрофон у такім стані вельміня зручна. Музей тікавы і науки Галилей да реалій життя – моє саме непосреднє дочинення. Після навідування раздела, присвяченого здоровому ладу життя, ў многих з'явиться ожидання переглядіць свій раційон. Наприклад, виключить за його рафінованний цукар, який зніжає імунітет до 17 разів. А матері добро поїсти перед сном, абаяковами так само не застануться. Вы пришли вечером домой, вы отварили быстрей пельмени, захотели что-то такое ещё вкусненькое, вроде гамбургера, і, значить, ще заєли це все мороженым. І в результаті собралось почти 1000 ккалорій. Але для того, щоб бути стройним, підтянутым і чувствувати себе молодым, все-таки треба убирати ці калорії. Якщо походити по ступенькам, якщо где-то пробіжатися як-то быстро, якщо помість, навіть поли помість, і то, видите, калорії не уходять, да? Що можна где-то яким-то спортом заняться, пройти по магазинам, шоппинг. Вот тогда немножко-немножко уходять этот, вот, видите, уходять ці калорії. Музей цікавой науки Галилей буде працювати у Гомелі до 12 мая, пасляча говерніться на Радзіму, Убранск. Але супрацівництва з російськими регіонами картинна галерея протягне. У планах размяшчення экспозицій со Смоленска, Санкт-Петербурга і Москвы. На маніжі Гомельського державного цірка стартавала новая программа. Гэта сапрауды феерычный проект знакамітай дынасты і драсіровщыкаў Карніловых шоу «Индзіра». Вероніка Ворошыліна адно із першых убачила яскраве цірковое действа. Новое цірковое шоу «Индзіра» – гэта атмосфера загадкавы інды, шыкованай костюмы, дорогі упривожвання, оригінальныя декараций, каскад неверагодных трукаў. Глядачоў чакаюць канічныя нумары клоуну і захапляльныя выступлення жанглёраў, эквілібрыстаў, паветарных гімнастаў і акрабатаў. У центры яскравага ціркового действа «Индзіра» – экзотичныя жывёлы. Верблюды і ламы, пумы і львы, пантеры і сабаки, малпы і декабразы, дорослые скакуны і карликовы апоні, рознакадаровы і папугаў, ювар, пітон і навад кракадзіў. На манеже гомельскага цырка гэты чыторохлапы артысты демонструюць публяце свае ўнікальныў умэнія. Яны ззявляюць рядачоў неверагодным спрытам і кемлівастю. Бадай самы ўражлівы дейчыўе персанажы шоў «Индзіра» – сланы. Феерышныцерковы аттракціон падставляю дуэт брата і сястры – Андрея і Анастасія Дзіментьевых-Карніловых. Гэтай малады артысты – прадалжаннікі знакаміты днасті адресіроўшыкаў. Прыхоў баўшык п'ять гадоў таму яны ўже выступалі ў Гомелі. Зараз привезли абсалютна нову ўерсію захапляльнага шоў, пабудаваны ў адзіна ёк сюжэтныя дэйні. На манеже гомельскага цырка выключны сланы дзялчынкі. А таму, як і належыць саправдным артысткам, перад выходом на сцену яны прайшлі шырых косметычных процэдур. Перед тем, как мы начали нашу премьеру, конечно, мы провели целый ряд процедур – мытья слонов, маникюра, педикюра. И потом только уже выпустили их на манеж. Они очень умные животные, очень сознательные, поэтому дрессировать их легко. Самое сложное, наверное, в работе со слонами – это уход за ними, это соблюдение всех норм. Потому что, несмотря на то, что они такие огромные, они могут очень легко заболеть, простудиться. И потом это будет тяжело вернуть в нормальное состояние животное. Андрей и Анастасия Дзементьева-Карнилова выступают у сяродя четырех сланов. Самые юные, якую приезли с Китая 7 годов. Найбольшой опытный из Индии – 61. Я шесть в яртыстке у труппе. 27-годовый пригоженный из Таиланда. Под шоу программы гэты эмасивные и, на перший погляд, тяжкие на подъем живелы с особливой грациозностью и вытонченностью выконывают самые складанные цирковые труки. Новое цирковое шоу Индиры – это захопляльная история, наполненная чароуниством и прогожостью загадковой Индии. Интригующая программа для детей и дорослых, якая заявляется свой особливым синтезом чароуной каски, музыкла и лепших номеров циркового мастерства сусветного узровня. На хэтым выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы сочим с разведцем падзею Гомеля и в области. Заставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!